Друзья, всем привет! С вами канал Realtek. В этом видео продолжаем изучать новые полезные функции на оболочке MIUI 11 для телефонов Xiaomi и Redmi. Некоторые эти функции будут работать также на MIUI 10. Это очередной выпуск видео «Фишки MIUI в действии». На моем канале есть плейлист, где уже 6 частей, поэтому кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Там также много полезных функций. И если не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и выбирать все, чтобы получать уведомления о выходе новых видео на моем канале. Всем приятного просмотра! Итак, первая фишка. В оболочке MIUI 11 можно изменить шрифт системы на любой. Кто-то в комментариях может написать, что многие уже знают, как менять шрифт, но, друзья, не все знают, как вернуться к стандартному, который был ранее. Далее расскажу, как вернуться на шрифт, который был установлен по умолчанию. Первоначально доступен вот такой вот обычный шрифт, самый стандартный, без засечек. Так вот, как его изменить? Для этого необходимо зайти в настройки, после чего в строке поиска ввести регион и перевести регион на Индия. Выбираю Индия. Далее перехожу в темы. И здесь у меня открывается дополнительный пункт, при помощи которого можно установить любой шрифт для системы. Здесь шрифтов прям очень-при-очень много. Можно выбрать любой. Некоторые шрифты могут поддерживать только английский язык, поэтому нужно будет поэкспериментировать, подобрать, какой шрифт вам подойдет, и плюс, чтобы была поддержка русского языка. Давайте я для примера выберу такой шрифт. Я знаю, что он точно будет поддерживать, и русский язык в частности. Здесь можно посмотреть предпросмотр, как он будет выглядеть. Нажимаю кнопку «Применить», и для применения шрифта необходима перезагрузка. И делаю перезагрузку. После перезагрузки меня встречает уже совершенно другой шрифт, который я выбрал. На экране блокировки уже совершенно другой. Далее на иконках уже совершенно другой шрифт. Зайдем в «Настройки». Здесь тоже полностью измененный шрифт. И так будет во всех пунктах. Из этого раздела можно выбирать любой шрифт, который вам понравится. Главное каждый раз сделать перезагрузку. Причем, если мы изменим регион, допустим, вы пользуетесь другим регионом, вы можете вернуть свой регион, которым пользуетесь, и измененный шрифт останется. Окей, хороший вопрос. Если вы наиграетесь со шрифтами, захотите вернуться к стандартному системному шрифту, как это сделать? Все очень просто. Заходим в «Темы», далее нажимаем на «Смайл» в нижнем правом углу, после чего заходим в «Темы» и выбираем другую тему, абсолютно любую, отличную от той, на которой мы меняли шрифт. Нажимаю кнопку «Применить», после чего появляется сообщение «Для применения шрифта необходима перезагрузка», и у вас применится новая тема уже со стандартным шрифтом. Причем, предыдущую тему шрифт не затронет. Если вы вернетесь на предыдущую тему, там уже будет установлен, как и обычно, стандартный шрифт. Видимо, при переключении где-то срабатывает переключатель, и возвращается стандартный дефолтный шрифт. Полезная фишка. Расскажу, как сделать свои видеообои и как их установить. Для этого я захожу в галерею, и мне понадобится любое видео, которое я мог записать на свою камеру, либо где-то скачать в интернете. Подойдет любое видео, которое вам понравилось. Допустим, вот я на камеру телефона делал вот такое самое простое видео. Открываю это видео. В нижнем правом углу нажимаю на три точки, и здесь установить живые обои. И мы можем установить. Причем, можно установить со звуком, либо без звука. Тут как вам больше нравится. Нажимаю на кнопку установить, и мы можем установить на рабочий стол, либо на экран блокировки. Устанавливаю на рабочий стол. Возвращаясь на рабочий стол, видеообои уже у меня на рабочем столе. Если буду двигать, вот такие вот они получились у меня панорамные. И таким же образом я могу установить любое видео на экран блокировки. Нажимаю кнопку установить на экран блокировки. Окей. Заблокировал телефон. И у меня уже видеообои на заблокированном состоянии телефона. Вот такая вот полезная фишка, друзья. Если кто не знал, не забудьте поддержать это видео лайком. Чтобы вернуть как было, необходимо зайти в темы. В нижнем правом углу нажать на смайл. Захожу в обои. И здесь выбираю те, которые у меня были ранее. Соответственно на экран блокировки и на рабочий стол выбираю то, что мне понравилось. Это что касаемо как убрать видеообои. Вот таким вот образом. Следующая полезная фишка. Она не новая, но не все про нее знают. Мы часто пользуемся настройками, чтобы зайти, допустим, подключить Wi-Fi, подключить Bluetooth устройство. Для этого мы заходим в настройки. И здесь из списка находим эти пункты. Ну соответственно и другие тоже, которые необходимы. Но не все знают, если опустить шторку вниз, еще раз опущу. И эти все функции, которые здесь перечислены, я нажимаю и удерживаю до тех пор, пока не провалюсь в расширенной настройке этого пункта. Это очень удобно, друзья. Допустим, нужно подключить наушники к Bluetooth или подключиться к какой-то точке доступа. Я нажимаю, держу и попадаю в этот пункт. После чего включаю и выбираю с пункта точку доступа. Мы можем в любом пункте провалиться в расширенной настройке. Темный режим, зажимаю и попадаю в более тонкие настройки. Это очень помогает сэкономить время. Если кто не знал, возьмите себе на заметку. Тоже не новая фишка. Многие печатают вот таким вот образом. Я считаю, это слишком долго и я печатаю следующим образом. Вот таким вот образом делаю свайпы возле букв, которые составляют слово. И не отрывая пальца, печатаю очень быстро. Какое-то время для того, чтобы привыкнуть. Потом вы будете в основном пользоваться такими свайпами. Следующая новая фишка в калькуляторе нажать на вот эти вот две стрелки и его минимизировать. Перевести в оконный режим и двигать по всему рабочему столу и параллельно ввести какие-то просчеты. Это очень удобно. Можно задавать прозрачность, можно изменять размер. Но здесь еще есть много конвертеров. Допустим, конвертер валют. Причем, если вы подключены к интернету, то идет синхронизация с актуальным курсом. И вам не нужно в интернете где-то искать курс, что-то вводить. Достаточно выбрать необходимую валюту и вводить цифры. И будет происходить конвертирование. Очень удобно. Плюс можно конвертировать и другие значения. И еще добавили вкладку ипотека. Здесь можно рассчитать ипотеку. Дополнительный пункт для кого-то может быть полезен. Причем, когда нажимаем просчитать результаты, результаты подробные. Таблица вот таким вот образом раскрывается. И можно подробно все предварительно посчитать, посмотреть. Далее, раньше, чтобы отсканировать QR-код, нам нужно было заходить в инструменты, в сканер. И после сканировать QR-код. Это много действий. Сейчас же можно сделать все намного быстрее. Беру какую-то упаковку с QR-кодом. Открываю камеру. И в режиме фото навожу на QR-код. И все, ссылка готова. Осталось перейти на сайт. Соответственно, если у вас телефон в заблокированном состоянии, я делаю вот такой вот свайп. Открывается камера. Навожу на QR-код. Сканирую. И осталось перейти на сайт. Все делается очень быстро. Далее, друзья, обновилось приложение Scanner. На MIUI 11 это доступно. На 10 уже тоже он обновился. Открываю сканер. И для того, чтобы отсканировать документ, нажимаю функцию документ. Допустим, на этой коробке мне нужно блок со спецификацией отсканировать. Беру документ, который мне нужен. Допустим, вот спецификация. Фокусируюсь. После чего нажимаю кнопку фото. Система сама определила, что есть документ, что лишнее. Если вы не согласны, вы можете изменить вот таким вот образом. Мне, к примеру, нужна вот эта часть из документа. После осталось нажать кнопку ОК. Все, документ отсканирован. Если у вас цветной текст, вы хотите сделать черно-белый. Все это можно. И плюс очень полезная функция распознавания текста. Переводим изображение в текст молниеносно. Нажимаю на эту кнопку. Все, теперь у меня фотография перевелась в текст. И можно сохранить либо в заметке, либо скопировать в буфер обмена и вставить, допустим, вордовский документ. И параллельно фишка быстрого выделения необходимого фрагмента. Зажимаю, удерживаю и опускаю до тех пор, пока не добьюсь необходимого результата. После чего могу отпустить и при необходимости изменить область выделения. То, что в заметке добавили задачи, это очень удобно. Я уже неоднократно в своих видео рассказывал. Но еще есть полезные фишки. Допустим, мы делаем какую-то задачу. Добавляю ее. Можно текстовую, либо аудиозадачу. После устанавливаю напоминание. Нажимаю кнопку «Готово». Задача готова. Если нажму в правом верхнем углу на три точки, включу «Использовать инструменты», добавится специальная вертикальная отметка, благодаря которой я могу быстро попадать в задачи. Но также, если мы зайдем в календарь, откроем необходимую дату, на которой у нас задачи. Здесь также эти задачи отображаются. Отсюда мы их можем посмотреть. Плюс мы можем ставить отметку этих задач. Соответственно, у нас задачи синхронизируются с календарем. Плюс не забывайте кнопку в нижнем правом углу «Плюс». Здесь можно добавлять мероприятия, дни рождения, годовщина, события и так далее. На этом все, друзья. Если видео было полезно, не забудьте поддержать это видео лайком. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы своевременно получать оповещения о новых видео на моем канале. Всем пока!